Сегодня ровно за 10 дней до начала учебного года с проверкой готовности принять первых суворовцев в новом военном училище в Тулу приехал замминистра обороны Тимур Иванов. Хватило ли сил и времени устоять или успеть все сделать в срок и как сегодня выглядит Турское Суворовское, расскажет София Гафарова. От закладного камня до возведенных корпусов чуть более трех месяцев. Именно столько потребовалось времени, чтобы на пустыре с нуля построить не просто здание Суворовского училища, а возвести целый военный учебный комплекс. Готовность 95%. Об этом во время осмотра строительства доложили замминистру обороны Тимуру Иванову и главе региона Алексею Дюмину. Основные объекты на стадии завершения. Это учебный корпус, два спальных, столовый, спорткомплекс, медпункт и два КПП. Данная земля имеет определенную проблематику. Это связано с разливом реки. Что вы укрепили? Как? В первую очередь мы привели все необходимые изыскания с точки зрения грунтов. Действительно, нами были запроектированы и выполнены четырехметровые габионы почти по всему периметру этого земельного участка. Четырехметровые, которые обеспечат, гарантируют непроникновение воды даже при самом большом разливе. Последнее приготовление к учебному году и в спорткомплексе. 25 августа здесь начнут намораживать лед. И к 30 числу можно уже будет кататься на коньках. Бассейн начнут заполнять также на днях. Еще одна особенность Турского Суворовского училища. Здесь будет самый современный кабинет химии. Пока единственный в своем роде в стране. Диву дается кабинету физики Валерий Бычкин, который до училища более 30 лет проработал учителем в школе. И вот так все это разумно сделано, продумано, все подведено. Коллективная работа, пожалуйста. Все управление у преподавателя. Ну не знаю, мне пока нет слов. Я первый раз сам это только увидел сегодня. Вот эмоции перехлестывают через край. И замминистры и глава региона дали высокую оценку фотостроительства. Но отметили, что главные контролеры придут сюда 1 сентября. Это 241 суворовцев, которые на себе ощутят все новшества обучения и проживания в Тульском военном Суворовском училище. София Гафарова, Андрей Иванюк, Веститула.